Девушки отдыхают Я хочу увидеть, как его ударная техника будет сочетаться с моей и как все пройдет. Но я не хочу драться за пояс и все такое, просто из вызова, из интереса, чтобы узнать, как пойдет такой бой. Андерсон выступает в среднем и полутяжелом весах и вскоре подерется на UFC 208 с Дареком Брансоном. Однако, если чемпион легкого веса Наториос вдруг согласится на такой супербой, Сильва готов отказаться от пиццы и согнать вес до 174 фунтов. Я уверен, что он может сделать 176-178 фунтов, верно? Этот вес и я могу сделать. Мы начали эту работу гонять вес и я дошел до 174 фунтов, но мы решили, что лучше дальше не экспериментировать. Ник Диас планирует скоро вернуться, но находится не в подходящей для этого ситуации. Бывший чемпион Strikeforce сообщил, что планирует вернуться довольно скоро, но находится не в подходящей ситуации для того, чтобы принимать бой в данный момент. Диас не вдавался в подробности. На данный момент я хочу исправить мою ситуацию, сказал Диас. Если кто-нибудь предложит мне сейчас бой, это не произойдет. Я не соглашусь, я откажусь. Я исправлю ситуацию, когда это сделаю, тогда мы сможем поговорить о бое. Ник Диас провел свой последний бой против Андерсона Сильва на UFC 183, после которого получил 18-месячное отстранение за то, что провалил тест на запрещенные препараты. В его организме были обнаружены метаболиты марихуаны. Согласно чемпиону полусреднего веса UFC, Дезу был предложен титульный бой против Тайрона Вудли на UFC 209, но он отказался. Джонни Хендрикс настроен на завершение карьеры в случае поражения в среднем весе. Перед боем с Нилом Магни на UFC 207 Джонни Хендрикс говорил о том, что он может завершить свою профессиональную карьеру в случае поражения. Хендрикс проиграл по решению судей после очередных проблем с весогонкой, но характер боя заставляет Джонни еще раз попробовать свои силы в клетке, в этом случае уже в среднем весе. «Вообще, я думал, что я победил в этом бою», – сказал Хендрикс. «Я контролировал его на протяжении 13 минут, кроме двух попыток проведения приема, из которых я вышел. И в итоге я проиграл из-за этого. Вот почему я посмотрел на это и подумал, должно быть это из-за веса. Поэтому я хочу попробовать выступить в среднем». У меня уже были такие мысли перед прошлым боем, но тренеры и команда решили, что стоит попробовать еще один поединок в полусреднем. «Да, я говорил, что уйду, если проиграю», – продолжил Хендрикс. «Но если я удачно проведу бой в среднем весе, то в нем и останусь. Если же нет, то на этом все. Я успел получить свою долю веселья и побед, но реакция фанатов после боя с Магни заставляет меня думать о том, что я победил в этом бою. Я не хочу уходить, если фанаты считают, что я победил, поэтому я попробую еще один бой». Полусредний оставался идеальным весом для Хендрикса, ведь именно в нем он становился чемпионом. Но сейчас Джонни понимает, что выступления в полусреднем весе остались в прошлом. «Бывает время, когда стоит прислушаться к своему телу, а иногда можно этого не делать», – сказал Хендрикс. «В прошлом году я к нему не прислушивался. Я понимал, что полусредний – отличный вес для меня, но сейчас это уже не так. Если я испытываю такие проблемы и продолжаю проигрывать, то в чем смысл? Это просто трата денег, лагеря и времени». «Теперь пришло время прислушаться к моему телу и решить, стоит ли завершить карьеру или выступить в более тяжелом весе», – сказал Хендрикс. «У меня остался один бой по контракту, так почему бы не провести его в среднем весе?» Хендрикс проведет свой бой и в среднем весе 19 февраля на UFC Fight Night 105. Его соперником станет Гектор Ломбард. Вы смотрели новости ММА. Мы выходим каждый день, чтобы вы были в курсе самых важных событий.